друзья всем огромный привет меня зовут фил это канал честный блог продолжаем смотреть что же интересного можно прямо сейчас приобретать на алиэкспрессе потому что сейчас акция распродажа и сегодня вам рассказываю про часы которые являются топовыми от компании honor были представлены примерно полгода назад теперь они наконец-то добрались до продаж в том числе до глобальных версий это honor watch gs3 с этими часами я уже хожу некоторое время самое главное наверное эта цена топовые часы стоят 10-11 тысяч рублей в зависимости от комплектации цвета и конечно же в зависимости от курса по моему по 1 июля 2022 года цена будет такой потом она естественно немного вырастет но в целом останется тоже адекватный согласитесь это не было очень и самсунговские часы и даже huawei часики тоже стоят в районе тридцатки а у этих часов классный amoled экран яркостью 1000 не хорошая автономность always on display более 100 режимах тренировок gps можно по ним разговаривать короче много всего интересного давайте расскажу меня зовут фил это канал честный блог погнали чтобы у вас не было ощущение что этот обзор проплаченной компании он рассмотрите у меня на другой руке что не honor правильно самый главный конкурент это сяоми это тирекс и тирекс и кстати 1 совсем недавно были презентованы вторые это мои основные часы с которыми я хожу постоянно они мне нравятся у них прикольный стиль такой военный но кстати по функционалу они в чем-то не во всем но конечно в чем-то уступают вот этим он рам поэтому если бы этот ролик был проплачен компании он здесь бы не появились часы тирекс с названием фирмы и модели ну а что же у нас интересного про он их смотрите главные киллер фичи первое очень большой экран 143 дюйма 326 . дюйм это amoled экран соответственно максимально глубокий черный цвет яркие контрастные цвета уровень яркости 1000 нет я автоматическая яркость на солнце вообще видно все отлично у этих часов отличный динамик по ним все хорошо слышно по ним можно разговаривать то здесь сбоку у нас есть отверстие чтобы вы могли нормально слышать людей здесь есть конечно же микрофон они выглядят очень круто очень сдержанно очень стильно и я счастлив что на тест мне достались часы вот такие в черном варианте кайфовый черный вариант это же стальные часы а еще вариант такой знаете золотой и честно говоря золотой мне не очень стандартные ремешки 22 миллиметра можно без проблем поменять на любые другие которые вам нравятся кстати те часы которые золотые они идут с кожаным ремешком а здесь у меня такой более спортивный вариант наконец-то в современных часах появилась быстрая зарядка то есть за один час эти часы заряжаются и вот скажите пожалуйста какие у вас часы на руках сейчас и сколько они заряжаются потому что samsung apple watch все остальные заряжаются реально долго там два часа и так далее мне вообще это очень бесит ты кладешь самсунговские часы на зарядку и ждешь ждешь они все заряжаются заряжаются а так как они тратятся за полтора дня это вообще беда здесь часы заряжаются примерно за час но и хватает их минимум дня на 4 на 5 максимум дней на 14 все конечно же зависит от того как вы будете использовать если включите allison display если включите gps если включите все датчики сердцебиение измерения пульса измерение кислорода в крови измерения стресса также будете постоянно заниматься спортом бегать и так далее так далее ну конечно же их хватит где-то дня на три четыре пять это вот такой полный функционал я сейчас бегом не занимаюсь поэтому соответственно они живут подольше где-то дней пять но в целом если например отключить allison display все в половину они будут жить дольше дней 10 без проблем если сделать так чтобы измерение пульса происходило реже и прочие настроечки поставить соответственно и хватит может быть не даже на 12 на 14 но мне не очень хочется этим заниматься поэтому 5 дней для меня нормально по сравнению с apple watch samsung ами они работают отлично huawei кстати часики еще работают достаточно долго и еще ходил самобой они тоже 3-4 дня тяну хорошие часики но дорогие 20 с лишним были тысяч а здесь 11 кстати объем аккумулятора не очень большой 451 миллиампер час а bluetooth который установлен в этих часах тоже не самый новый это bluetooth версии 5.0 это 2016 год что мешает установить сюда 5.2 я не знаю возможно просто нет необходимости но при помощи этого самого bluetooth вы можете подключить сюда наушники то есть когда вы будете заниматься там бегом спортом вам не нужно будет еще телефон потому что всю музыку вы перекинули на часики к часикам подключили наушники и побежали но правда сим-карта здесь нету есть и мы тоже поэтому вы остаетесь в принципе без связи но в целом нормально когда занимаетесь спортом не над шабам кто-то там звонил в общем по дизайну меня вопросов никаких нету красивый строгий элегантный 46 миллиметровый корпус толщина их 10 и 5 миллиметров и вес порядка 40 с лишним граммов короче на руке они практически не ощущаются целом эти часы конечно же по дизайну похоже на предыдущие honor huawei я могу сказать что мне это нравится очень здорово выполнен дисплей с одной стороны здорово с другой стороны опасно потому что у нас здесь два с половиной d стекло то есть она выпирается здесь нету никаких без или ничего то есть так же как на apple watch например ими очень легко по сути задеть за что-нибудь жесткое и разломать поцарапать и так далее ну могу сказать кстати что я хожу с этими часами уже несколько недель и с ними пока все хорошо я не вижу никакой царапин но я допускаю что конечно же можно их легко поцарапать так что будьте осторожны 326 точек на дюйм 1000 нет яркости дисплей работает отлично под любыми углами все читается если включить always on display соответственно постоянно отображается время классно кстати если вы любите поплавать или по окунаться то 5 атмосфер без проблем у нас здесь есть влагозащита но я напомню друзья что если вы полезете какую-нибудь соленую воду лучше их оставить на берегу потому что соли разъедает вообще все и в том числе проникнет ваши часики ваши часы ваши телефоны если заявлено влагозащита соль их проезд поэтому оставьте на берегу ну а если вдруг случится беда вам по гарантии ничего не вернут обратите внимание и это еще говорю не про онара вообще про всех любая вода неприцаемость это не гарантия кстати есть очень интересно немножко грустный момент в глобальной версии по отношению к китайски нету nfc поэтому целом если вы на алиэкспрессе будете покупать можете поискать китайскую версию правда конечно же этот он и все особенно у нас в россии никак не применяется потому что там нужно использовать алипы и в россии соответственно никак мир пэй пока здесь не работает так что в целом что он есть что нет глобально это ничего не меняет компания онар кстати на презентации рассказывала много буду нового восьмиканального датчика который измеряет пульс говорила что он более точный более надежный так далее но в целом я могу сказать что разница особо не заметил что у меня он размеряет пульс что у меня тирекс измеряет пульс все примерно одинаково в любом случае это не медицинские показатели у этих часов есть 4 гигабайта постоянной памяти правда вы можете использовать только 2 и 2 и можно сюда заливать музыку и слушать ее когда он например будете заниматься бегом важно отметить что эти часы ну как все нормальные умные часы умеют получать уведомления уведомления тех приложений которые вы отмечаете в самом официальном приложении кстати по поводу него сейчас расскажу интересную штуку но к сожалению как на многих умных часах тира фитнес-трекеры здесь нельзя отвечать на эти сообщения только вы можете отвечать заготовленными ответами это неудобно к сожалению полноценные ответы по сути поддерживаются только на самсунгах apple watch huawei научились отвечать ему бой тоже умеет но может быть кто-то еще в основном все умные часы тира фитнес-трекер этого не умеет делать ну а что касается приложений здесь есть небольшая странно потому что нам рекомендуют и кстати в большом количестве обзоров тоже рекомендует скачать приложение которое называется он архелс он раздоровья из google play но проблема в том что там находится старая версия она была выпущена еще по моему в мае 2020 года и все после этого она не обновлялась и соответственно она не умеет работать с новыми часиками то есть вы не сможете при помощи он архелс подключить эти часы что делать ну либо вручную искать это приложение хотя это честно говоря заморочка но есть другой способ на официальной страничке на алиэкспрессе он аркуда я вас отправляю если вы хотите посмотреть что-то по этим сам там есть раздел описание так вот в описании там есть ссылка на apk файл чтобы его можно было скачать ну чтобы вам не было заморочено я ссылочку на этот apk файл оставлю себя в описании даже если вы не будете приобретать эти часы в любом случае скачать новую версию он архелс будет полезно что касается интерфейса и взаимодействия часами здесь все стандартно у нас есть две кнопки две физические кнопки они нажимаются прикольно когда кнопку продавливающие такое небольшое постукивание верхняя кнопка отвечает за приложение пробуждения нижняя кнопка отвечает тоже за пробуждение либо на нее можно настроить какое-нибудь действие пускай это будет фонарик или запуск спортивных мероприятий и так далее также кстати у этих часов есть многозадачность то есть вы можете запустить секундомер можете одновременно запустить таймер уйти с этого экрана заниматься своими делами а секундомер в этот момент будет работать и таймер будет работать тоже но при этом это конечно же не полноценные умные часы то есть вы сюда не можете устанавливать какие-либо сторонние приложения вот пользуемся тем что у нас есть целом я от этого никогда не страдал мне не нужно накатывать карты но я знаю что есть ребята которым важно чтобы часы были максимально умными чтобы сюда и операционку установить и накатывать различные приложения переводчики и так далее мне не надо кому-то надо ну соответственно каждому свое свайпами слева и направо вы можете менять виджеты а эти виджеты отображают сон пульс содержание кислорода в крови и так далее что мне не очень нравится то то что эти виджеты не очень функциональны то есть ты не можешь например нажать на него и посмотреть какую-то более расширенную версию например про сердцебиение или про сон и даже если зайти отдельно в приложение сердцебиение солнце равно информации крайне мало поэтому больше информации все таки мы можем получить при помощи нашего приложения там как раз и уже расширенная версия всех данных которые вы получаете сон сердцебиение кислород в крови что касается ваших тренировок и всего остального естественно там есть огромное количество настроек обновления операционной системы и прочее прочее так что устанавливать приложение безусловно нужно я вам говорил что ссылочка будет в описании несмотря на весь вот этот классный функционал у этих часов большому счету здесь вот есть все что нам нужно все таки есть вещь который мне не хватает мне не хватает плавности и количество кадров в секунду когда у нас происходит анимация то есть анимация не супер плавно и что самое интересное вы даже я недавно рассказывал про и 1 4 часики от хайло как там анимация прям вот вот кадр 60 точно вот как в обычных экранах здесь этого нет здесь все-таки немножечко все такое но не плавно и скажем так то есть к сожалению не по-флагмански раньше huawei страдали но последние huawei прям очень плавный но они стоят правда гораздо дороже 20-30 тысяч apple watch samsung туда же в принципе так как мы покупаем часы за 10 11 тысяч рублей вот в этой ценовой категории у всех примерно такая же анимация немножечко такая но не ровная скажем так еще один момент который мне не сильно нравится он касается циферблатов и олвы сон дисплея потому что нас получается такая ситуация у нас есть несколько заготовленных олвы сон дисплеев вы выбираете стрелочки циферки и так далее а также есть watch face и да то есть циферблаты их большое количество но все они никак не связаны с олвы сон дисплеем то есть грубо говоря у вас на олвы сон дисплей одна картинка а при этом сам циферблат другой и мне это не очень нравится мне хотелось бы чтобы и циферблат и олвы сон дисплей имели отношения друг другу вот недавно я рассказывал про mi band 7 так вот там у каждого циферблата есть свой олвы сон дисплей циферблат и это классно здесь это не классно и так как это можно решить программным путем вот так я рекомендую компаньон раз задуматься на эту тему что касается спорта смотрите у нас есть большое количество тренировок их более сотни 13 различных энергетических тренировок ходьба на улице езда на велики велотренажер плавание в бассейне плавание в водоеме так далее короче масса всего в том числе и и скакалка да и киберспорт ладно про киберспорт это шутка в целом подводя итоги по этим часикам что можно сказать они выглядят очень классно и они безусловно украсят руку любого человека наверное для мальчиков они больше подходят такой 46 миллиметровый девайс для девочек наверное было бы хорошо что-нибудь поменьше хотя эти тоже может будет неплохо но черный цвет лучше тогда уже золотой для девочек выглядят классно работают хорошо автономность датчики есть gps есть внутренняя память куда можно закачать музыку можете сюда подключить bluetooth наушники заниматься бегом и так далее в целом окей здесь вопрос никаких нету что меня по-прежнему не очень устраивает это то что нельзя отвечать как-либо на сообщение только заготовленными ответами мне не хватает большей плавности в этих часах что касается автономности я думаю что вполне нормально когда все работает 45 дней нормально дополнительные приложения себе на часы не ставлю мне это не нужно хотя уверен что кому-то это нужно ну и цена мне кажется 10 11 тысяч рублей за такие часы классная цена вот именно сейчас на момент распродажи и на момент небольшого курса в общем я как всегда оставляю все ссылочки внизу переходите посмотрите но вообще очень надеюсь что видео оказалось для вас полезным ставьте лайк подписывайтесь на канал здесь я рассказываю правда гаджета которыми пользуюсь внизу есть ссылочка на дзен на telegram я всегда там делюсь какой-то еще дополнительной информации так что обязательно подписывайтесь на это все большое спасибо за то что были вместе со мной меня зовут фил это честный блог не болейте всем счастливые пока